Здравствуйте! Сложности у бизнесменов продолжаются вместе с пандемией. Несмотря на рост заболеваемости, послабления, сделанные предпринимателем и целым отраслям, недостаточны. Правительство решило поддержать бизнес в это непростое время и продлить отсрочку по налогам и страховым взносам. Малому и среднему бизнесу, чтобы снизить издержки и восстановиться, требуется дополнительная помощь государству. Поэтому такую антикризисную поддержку для организации индивидуальных предпринимателей из отдельных пострадавших отраслей мы продлеваем еще на три месяца до конца года. Речь идет о тех, которые работают в области культуры, туризма, гостиничного бизнеса и общественного питания в развлекательных и спортивных сферах. Льготы получат и бизнес, который занимается организацией конференций и выставок. В Кузбассе продолжают выдавать лекарства амбулаторным больным коронавирусом. Необходимое финансирование в регион поступило. Продолжается закупка медикаментов и доставка их в медицинские организации. Получить бесплатные препараты смогут только пациенты с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Предполагается, что лекарств хватит для лечения 15-20 тысяч человек. Есть несколько позиций. Это противовирусные препараты и антибиотики, которые будут представляться лечащим врачом на амбулаторном этапе без оплаты со стороны пациента для лечения пациента на дому. Получить их можно будет двумя путями. Либо если пациент оказался на приеме, так или иначе он получит их в поликлинике. Если нет, ему их доставят на дому. Прошедший 14 ноября – Всемирный день борьбы с диабетом. В связи с этим в Новокузнецке врачи запланировали целый цикл мероприятий, посвященных здоровому образу жизни. Рост сахарного диабета идет очень серьезный. Если сравнивать в цифрах, то в 80-х годах это было 170 миллионов на планете. Сейчас это уже более 460 миллионов. По прогнозам в 2050 году это будет 700 миллионов жителей планеты с заболеванием сахарного диабета. Начиная с 16 ноября Новокузнецкий центр медицинской профилактики организует неделю помощи больным сахарным диабетом. В формате онлайн ежедневно на платформе Zoom будут вестись лекции врачей-диетологов, психологов, эндокринолога, а также практические мастер-классы проведут специалисты лечебной физкультуры. Трансляции запланированы на всю неделю и желающие смогут получить очень подробную информацию, не выходя из дома. Все яд, все лекарства, вопрос в дозе. И физическая активность точно так же может нанести как вред организму человека, так и, конечно, поднять его уровень функциональный. Лекции помогут не только больным диабетам, но и всем, кто хочет предостеречь себя от этого серьезного заболевания. Следить за трансляциями можно на сайте Новокузнецкого центра медицинской профилактики. Адреса вы видите на экране. Минздрав в очередной раз утвердил новые требования к комплектации автомобильной аптечки. Приказ вступает в силу 1 января 2021 года и будет действовать до 1 января 2027 года. Так в новый состав аптечки должны входить две медицинские нестерильные одноразовые маски, две пары медицинских перчаток, устройство для проведения искусственного дыхания, кровоостанавливающий жгут не менее четырех марлевых медицинских бинтов размером 5 метров на 10 сантиметров и трех бинтов размером 7 метров на 14 сантиметров. Также должны присутствовать медицинские марлевые стерильные салфетки и рулонный лейкопластырь. Кроме того, в аптечку включаются ножницы, инструкция по оказанию первой помощи и футляр. Отмечу, что водитель может расширить перечень своей аптечки. Если человек страдает хроническим заболеванием, то ему не запрещается положить в нее медицинские препараты. Только важно следить за их сроком годности и условиям хранения. Аптечки, произведенные до дня вступления в силу приказа, можно использовать в течение срока их годности, но не позднее 31 декабря 2024 года. В Госдуме приняли законопроект о молодежной политике. Если раньше молодежи считались граждане от 14 до 30 лет, то теперь до 35 включительно. На федеральном уровне закрепили целый ряд понятий. Молодая семья, молодежная политика, молодежные общественные объединения. Сейчас законопроектом формируется единая база для исполнения как в отраслевом законодательстве, так и в законодательстве субъектов Российской Федерации. Для того, чтобы данные нормы корреспондировали с уже существующими программами, проектами, в том числе по обеспечению жильем молодых семей и рядом иных. Включение, определение понятия молодой специалист, а также более детальному распределению полномочий, компетенций, предметов ведения между федеральными, региональными и муниципальными органами власти. То, что у новой молодежи появится больше возможностей, только радует. Настораживает, что законодательные возможности зачастую не соответствуют финансовому обеспечению молодых семей и по большей части могут остаться лишь на бумаге. Здоровья вам и удачи!